В аккорд с самого начала был инновационной кампанией. И первая, в общем, такая серьезная поставка наша была, это система регистрации аудиоинформации. В тот момент, в начало 90-х годов, были бобинные магнитофоны, служба 03. Все входящие вызовы, эта запись была на какие-то большие бобины, на годырочные магнитофоны. Ужасно дорого, ужасно неудобно этим пользоваться. И вот мы, обводая знаниями, полученными в институте создания систем, Data Acquisition System, системы сбора данных с разных технических устройств, увидели простое применение. Можно же взять просто компьютерную плату, которая позволяет вводить сигналы и на ее базе, сделать аналог магнитофона, который будет стоить в 10-100 раз дешевле, многодорожечного магнитофона. Что и было сделано. И первая поставка наша была вот такой многоканальный магнитофон. Мы искали приложение своим усилием. И, как само собой разумеющееся, обработка медиа информации, звук, следующий, на порядок более сложной информации, это видео. И точка приложения усилия, она как бы сама собой. Было понятно, что мы к этому придем. То есть там чуть ли не с самого начала. И когда уже вот мы нарастили мускул в области аудио, мы переключились на видео. То есть здесь, ну, как бы изначально не было такого, что мы искали, куда бы приложиться. Все было понятно. Мы разработчики целиком всей линейки технологий, которые используются в программе «Безопасный город». Начиная от технологии обзорного видеонаблюдения, ну и заканчивая такими сложными сегментами, как распознавание образов и выявление каких-то нештатных ситуаций. Ну, такие стандартные применения – это контроль дорожно-транспортной обстановки и распознавание лиц людей, так называемое биометрическое видеонаблюдение. И когда системный интегратор в регионе или заказчик ищет какое-то решение, конечно, ему приятнее, удобнее, быстрее, понятнее обратиться к компании, которая может поставить всю линейку технологий. То есть не надо собирать ее как солянку, как винегрет из отдельных продуктов. Можно обратиться к нам, купить сначала минимальный какой-то комплект, а потом его наращивать, наращивать, наращивать и нарастить до размеров города, региона. Вот эта масштабируемость – это тоже, в общем-то, наше серьезное преимущество. Ну, производство реальных изделий – это самый тяжелый сегмент, особенно высокотехнологичных изделий, потому что, в общем, на высокотехнологичные изделия должна работать вся индустрия в стране. То есть это и материовое ведение, это и тонкие технологические процессы, это и точная обработка. Все эти технологии нам нужны. И если изменения сейчас есть, вот общая ситуация, она тяжелая была и в 90-е годы, и в начале 2000-х, то они пока очень минимальны. Мы прямо чувствуем, как это трудно, значит, такие технологии развивать, и мы постоянно ощущаем потребность в сложных технологических решениях, для того, чтобы использовать наших продуктов. Багаж знаний, багаж опыта, который был приобретен, не давал покоя. Все время вот этот творческий потенциал, все время искал выхода. Ну, экспортно-импортные операции очень мешают. Это серьезная проблема, потому что, если экспортировать высокотехнологичную продукцию, очень много бюрократии, много контролирующих, регулирующих, проверяющих органов. И, в общем-то, от материальной носителя какой-то вывести, что-то материальное экспортировать не сырье и не программное обеспечение на порядок сложнее. Импорт, если нужны небольшие серии, это тоже очень сложно, потому что для больших серий там количество бумаг ничем не отличается от маленьких серий импортируемой продукции. Ну, допустим, нам нужны видеосенсоры, но нам не нужно 10 тысяч видеосенсоров, они дорогие. Каждый видеосенсор может стоить несколько тысяч долларов. В таком количестве нам не нужно, нам нужно до тысячи. Но чтобы импортировать это до тысячи штук, нам нужно какие-то колоссальные бюрократические препоны преодолеть и написать миллион справок. В общем-то, это мешает, очень затрудняет вести бизнес. А что касается изготовления прототипов, то это вообще катастрофа. Привезти несколько образцов предприятий очень сложно. Образцов, которые выпускаются только за рубежом, в России не выпускаются. Мы считаем и в это верим, что технологии трехмерного зрения, они изменят мир. Это та инновация, тот необходимый элемент технологии, когнитивной, для того, чтобы распознавать объекты реального мира, которые приблизятся к созданию искусственного интеллекта. То есть для того, чтобы искусственный интеллект ориентировался в окружающей среде, в реальном мире, ему нужно эти объекты сначала увидеть, а потом их распознать. И увидеть эти объекты можно только в трех измерениях. Двумерное, там очень много недостатков, двумерное зрение, которое, в общем-то, не позволит это сделать. Ну и второй аргумент в пользу того, что только трехмерное зрение позволит сделать, в общем, искусственный интеллект, это то, что природа по этому пути пошла. Нет двумерного зрения в природе. Практически все живые существа имеют как минимум два глаза, что позволяет видеть мию трехмерным.